А теперь я прекрасно об аннексии Крыма. Да-да, вы не ослышались, украинский журналист считает, что это прекрасно. Втрата территорий, которые сейчас Украина переживает, это очень позитивный процесс, нехай не ображаются на меня украинские патриоты, но втрата Крыма это прекрасная события. Так объясните же мне, тупоголовые носороги, за что вы на меня накатываетесь, на меня, который своим любимым крымчанам говорит, что Крым это Украина и регулярно получает от них в ответ нелицеприятности. На меня за что, скоты? За что сидят люди, которые говорили определенные вещи, теперь они сидят, которые писали в фейсбуке что-то, теперь они сидят. За что возбуждены уголовные дела против тех, кто поддержал население Крыма? За что вы не пускаете в Украину тех, кто приехал туда с концертом? У вас сидит чурбан и рассказывает, что потеря Крыма это прекрасно. Слушаем дальше. Он говорит о том, что 2 миллиона моих сограждан это полные неадекваты и хорошо, что этот балласт наконец-то сбросили. Это пускают по ТВ. А я это так принимаю. И так принимаю Украину. Насправдь. И насправдь Украина погодилась на втрату Крыма. А так вот оно как. Оказывается, Украина согласилась на потерю Крыма. Может я чего-то не знаю. Разнарядки, возможно, пошли. Объясните мне. Но перед тем, как мне будете объяснять, будьте так добры. Отпустите, пожалуйста, из тюрем тех якобы сепаратистов, которые посмели выразить свое мнение по поводу Крыма и по поводу всего остального. Потому что они не сделали ничего, что бы отличалось от того, что сделал вот этот вот чудило. Кстати, там герб еще вверху. Видите? Итак, я жду распахнутых дверей тюрем.